Приветствую вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале Экзигет. И поступил к нам вот такой вопрос. Есть ли душа у собак и кошек и что будет с ними после смерти? Вот, кстати, очень часто люди спрашивают, именно задают такие вопросы, также интересуются, какая именно душа собак и кошек, откуда она у них, ну и, соответственно, что будет с ними после смерти. Видимо, настолько вот человек привязан к своим домашним питомцам, здесь же спросили не про крокодилов, да, не про слонов, не про змей, а спросили вот именно про собак и кошек, то есть тех домашних питомцев, которые, в общем-то, находятся рядом с нами, к которым мы привыкаем и которые к нам тоже настолько привыкают, что кажется, что вот их тепло, отзывчивость, настолько вот это душевные такие взаимоотношения, что, в общем-то, больно и горько терять их. А если еще и вдруг кто-то скажет, что они вообще навсегда исчезли, но это воспринимается уже прям действительно как какая-то трагедия. Ну, прежде всего, хочу вас обрадовать, что все-таки душа у них есть. Вот если мы откроем книгу Бытия, в самой первой главе мы читаем «И сказал Бог, да произведет земля душу живую породою скотов и гадов и зверей земных породу их. И стало так, и создал Бог зверей земных породу их, и скот породу их, и всех гадов земных породу их. И увидел Бог, что это хорошо». То есть Господь творит не просто вот каких-то таких роботов, да, которые из каких-то материальных элементов. Действительно, есть душа у животных, и в том числе у собачек, у кошечек, но она все-таки отличается от души человека, потому что, когда вот Господь творил человека, то от земли не душа берет, вот у животных от земли душа, а у человека, сказано, персть взяв от земли, да, то есть тело лепится у человека земли, а душа уже творится дуновением Божиим, и вдунул в лице его дыхание жизни, стал человек душою живою. И, в общем-то, чем отличается душа человека от души животного? Это духом своим. То есть душа человеческая, она вот не удовлетворяется ничем земным. И хоть что ей дай. Дай ей какие-нибудь, ну, несметные богатства. Отправь ее там в путешествие на самые теплые моря, самые лучшие автомобили, айфоны, хоть что. А все равно внутри будет какая-то тоска. Вот чего-то не хватает, чего-то самого высшего, бесконечно ценного. Человек ищет абсолютной любви, абсолютной чистоты, такой вот искренности абсолютной в отношении с другими. Сам не всегда поступает искренне, но все равно ищет абсолютной правды. То есть человек стремится к Богу, потому что только в Боге все в абсолютном виде. И любовь, и добро, и правда, и справедливость, и чистота. И вот у человека есть дух в душе. То есть некая его высшая сфера души. Человек жаждет неба. А вот животные, они, понимаете, они принадлежат к разряду мира земного. Они из земли сотворены. И душа их сотворена из земли. Но изначально Господь предназначал их не для смерти. И рай первозданный не знал смерти. Там никто никого не пожирал. Там волк не гонялся за зайчиком. Там стервятники не слетались на какие-то вот трупы. Не было никакой падали. Ничто не гнило, не портилось. Там не проливалась кровь. И, конечно же, в этом смысле надо понимать, что всего вот этого хищничества, которое мы наблюдаем, не было. А почему появилось? Потому что вот человек, понимаете, это был как царь над видимым миром, венец творения. Он поставлен как хозяин над мирозданием земным. И когда хозяин, так сказать, вышел из строя, ну когда вот голова падает, то все рушится. Вот когда военачальник, допустим, выбит из строя, то войско, оно перестает быть управляемым. Также и в мироздании. Как только человек согрешил, как только человек стал сам первым хищником, тут же появляется хищничество среди животных. Человек же похитил запретный плод. Как только человек стал, так сказать, первым паразитом и кровопийцей, и люди сами друг друга начали грызть, сосать друг у друга кровь, так тут же проявляется вот все вот это вот, все это дикое начало одичавшей природы, где и паразиты, и кровопийцы, и все остальное страшное. А вот в первозданном мире было не так. Мир был более одухотворенный. И, конечно, вот если сейчас сказать, то, в общем-то, есть определенная тайна в отношении кошек, собак, потому что Священное Писание нам не все говорит о мироздании. Вот Священное Писание, оно говорит нам о чем? Оно говорит, ты вот сначала сам постарайся свою душу спасти. Какой тебе смысл сейчас узнавать, куда попадет душа твоего барсика, если ты окажешься сам в аду? И вот ты будешь там гореть в этой гиене огненной, думать, а где там мой барсик, да, или где там моя жучка, или пес-полкан, вот, а сам ты в пасти у гиены огненной. Поэтому вот ты вначале свою душу спаси, приобщившись к Господу, и в раю тебе откроются вот эти все смыслы мироздания. Но одно скажу, что Господь ничего не сотворил напрасно. Если Господь творит животных, которые тоже отличаются в каком-то смысле характерами друг от друга, у них у каждого есть своя индивидуальность. И кошки, и собаки, они очень не похожи друг на друга, и даже когда дрессировщики приручают каких-нибудь диких львов или тигров, то оказывается, что и эти хищники отличаются друг от друга нравами. И бывает так, что какой-то один лев, он может быть совершенно мирным, и словно котенок сжаться к людям, а другой будет просто вот как какой-то дикий агрессивный зверь вести себя. И то же самое и какая-нибудь кошечка, и собака. Они ведут себя по-разному. То есть есть некое вот это удивительное многообразие, неповторимость. И, конечно, трудно представить, что Господь все это сотворил напрасно. Но если уж так вот брать, говорить по существу, то, в общем-то, было у святых одно такое видение. Это видение святого Андрея Христа Ради Юродио, когда он был восхищен в рай. И там видел обители святых, еще более высокие обители, то есть разные обители разных святых. И красоту неописуемую, неизреченное вот это вот счастье, блаженство, и созерцал, ну, конечно, он передает тоже под такими образами, как прекрасные сады, да, неописуемые вот эти вот жилища, дворцы. И он говорит, что вот в этих таких садах, деревьях, он видел и животных, удивительно красивых, и просто вот тоже в какой-то неизреченной райской славе. Но, правда, он не уточняет, что это были именно вот какие-то домашние животные. Он просто сам даже не мог описать, настолько они были красивы и неизреченны. Но, так или иначе, из видений святого Андрея Христа Ради Юродио можно заключить, что и в раю тоже присутствуют представители, так сказать, братьев наших меньших. Мы ожидаем, конечно, вот грядущее восстановление мира. И, конечно, Господь, вот все, что сотворил, Он, конечно же, это и возродит, воскресит. И вряд ли можно предположить, что будущее, вот этот обновленный рай и обновленная земля, что это будет просто вот какой-то голый сад без живых существ, и только там люди да ангелы. Нет, если и первозданный рай наполнялся животными, и там были не только кошки, собачки, но и там спокойно уживались львы и кролики, то то же самое будет и в грядущем, восстановленном на земле райском царстве Божием, и весь мир обретет свою первоначальную гармонию. Но в целом у нас нет в церкви такого вот догмата, который бы строго утверждал, что вот животные, они умирают, когда умирают, то души их переходят в рай. Все-таки такого учения нет, равно как и нет учения, что души их полностью рассеиваются, исчезают, из-за этого возникают различные такие вот мнения, представления. И, но на мой вот личный взгляд, все-таки все, что Господь сотворил, Он сотворил не для того, чтобы оно исчезло. А грядущее Божие царство и вот эта вот райская гармония, оно вот настолько неисследимо для нашего ума, настолько необъятно, что там, конечно же, каждому Божьему творению найдется место. И вот апостол Павел, апостол Павел в послании к римлянам пишет, «Ибо тварь, то есть все творение, не только люди, но человек – это венец творения, а все остальное как же? Вот тварь – это вся тварь, все сотворенные, в том числе наши животные. Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божьих». То есть, когда наконец-то откроется вот эта вот слава сынов Божьих. «Потому что тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего ее». То есть, животные подпали вот этому огрублению вещества, этому хищничеству, взаимному уничтожению, естественному отбору, если говорить терминологии Дарвина, «по вине согрешившего человека, своего венца. Так бы история мира шла бы совершенно иначе, но Господь восстановит все это в конце веков в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тленью в свободы славы детей Божьих». То есть, апостол Павел пишет, что вся вот эта вот тварь и все сотворенные существа, они тоже вот ожидают освобождения. Когда? Когда откроется слава детей Божьих, когда праведники просияют, как солнце в царстве отца их, то, вероятно, какие-то отблески этой славы коснутся и другого творения всего остального. «Ибо пишет также апостол, что вся тварь совокупно стинает и мучится до ныне». То есть, вот эти вот мучения, они, конечно же, Богу не угодны, и Господь все это восстановит. Так что есть нам определенная дана надежда, что живые существа, к которым мы привязываемся на земле, они тоже обретут свое определенное место в грядущем Божьем царстве. И все же это я, конечно, высказываю, как такое вот личное богословское мнение, потому что может возникнуть множество споров, будут ссылаться на высказывания каких-то там других богословов, писателей или даже святых людей. Догмата такого у церкви нет, но и не запрещено нам иметь вот такие надежды. Так что дай Господь, чтобы и наши домашние питомцы, они тоже обрели свое определенное место в грядущем Божьем царстве. Ну, а на этом мы заканчиваем нашу тему. Храни все Господь, и самое главное, братья и сестры, будем стараться прежде всего любить все-таки друг друга, вообще прежде всего Бога, затем ближнего, ближних своих, любить как самих себя. Ну и потом, конечно же, вот тех питомцев, которые находятся рядом с нами, потому что в Священном Писании сказано, блажен тот, кто и животных милует. В этом тоже выражается вот милосердие христианской души. Храни всех Господь, дорогие братья и сестры!